Доброго времени суток! Я Анна, и это Inward Review. Сегодня у меня в руках новенький девайс от Nokia Lumia 820. Изначально мы хотели сделать тройной обзор конкурирующих девайсов, но покрутив их в руках, мы поняли, что о каждом из них можно многое рассказать отдельно. Поэтому об этом iPhone и об этом HTC вы узнаете в следующих выпусках. Для начала немного истории, потому что у этой модели она такова, что можно снимать голливудскую драму. Финская компания Nokia, некогда бывшая лидером в производстве и продаже мобильных телефонов с 90-х годов, с приходом всяческих андроидов и айфонов потеряла позиции и даже разогнала чуть ли не половину сотрудников. Нужно было срочно спасать положение, так как ее собственная операционка Symbion уже морально устарела и выглядела неказисто рядом с новомодными поделками конкурентов. И тут на помощь финскому гиганту пришел великий и ужасный Майкрософт. Этот телефон и его братья пятой, седьмой и девятой серии Lumia последняя надеждой компании на восстановление былого величия марки. И, конечно же, в него заложена куча вкусностей, выгодно отличающих модель от конкурентов. Во-первых, внешний вид. Строгий увесистый корпус из софт-тач пластика удобно лежит в руке. Спереди большой экран 800 на 480 пикселей с хорошими углами обзора, камера и сенсорные кнопки. Nokia радует своими разноцветными панельками с беспроводной зарядкой и другими приятными штуковинами. Сзади 8-мегапиксельная камера со вспышкой и оптикой от CESA, которой уже не удивишь. И тем не менее, фотки с нее получаются достаточно качественные, а видео пишется в Full HD 30 кадров в секунду. Разъем питания такой же, как и у большинства андроидов, microUSB. И, наконец-то, для Nokia не нужно пользоваться фирменной утилитой, чтобы закачать на телефон файлы. Он определяется как флешка. Весит он ни много ни мало 160 грамм, что несколько тяжелее аналогичных по размеру смартфонов, но его сенсор можно листать даже в варежках. На смартфон установлено OS Windows Phone, которая полностью совместима с восьмеркой. То есть в недалеком будущем на нее можно будет устанавливать все те же программы, что и на ваш компьютер. Конечно, если вы не Руслану Сачев. Конечно, если вы не пользуетесь другими осями. То, что творится на экране, поначалу повергает в шок. Но через 10 минут, если вы знакомы с Windows 8, все становится на свои места и выглядит вполне удобным. Дело в том, что на основном экране эти квадратики показывают группы приложений. Но можно и переключить отображение к классическому виду с иконками. Группами же искать что-то нужное намного удобнее, чем пролистывать два-три экрана ярлычков в поисках единственного. Теперь о новшествах. Здесь заявлена поддержка интернета 4G, которую мы так и не поймали. Но будем надеяться, что это не доработка оператора связи. Я мегафон. Я не хочу ловить 4G. Нет-нет, что вы. Совсем это не про меня. Относительно новая функция в современных смартфонах. Беспроводная связь ближнего радиуса действия NFC позволяет передавать музыку, контакты, веб-страницу путем простого касания. Передача файлов происходит быстро. Нужно лишь и словчиться, и найти нужное положение двух девайсов. Предлагаю в связи с этим выпустить книгу Камасутра для NFC совместимых устройств. Современные детки далеко не просты. Они все умеют пользоваться гаджетами, причем зачастую гораздо лучше родителей. А доступ к самой разнообразной информации может нанести вред хрупкой детской психике. Поэтому компания Nokia совместно с компанией Microsoft разработали новую функцию для защиты детей. Если родители предполагают разрешать детям пользоваться Lumia 820, поиграть в игры, позвонить, посчитать что-нибудь на калькуляторе и прочее, то не лишним будет оградить младшее поколение от непредназначенных для него приложений и возможностей. В настройках детской родители выбирают разрешенные детям приложения, музыку, видео, игры. И можно спокойно давать смартфон в руки ребенку. Кстати, во многих играх и приложениях часто размещены ссылки, которые ребенок спокойно может открыть в браузере. А вот перейти на какой-либо сайт, набрав его адрес в браузере, в детской невозможно. Еще одной замечательной возможностью у Apple 8 смартфонов стало создание скриншотов без необходимости как-то хитро и заумно обходить систему. Одновременное нажатие на физическую кнопку блокировки и сенсорный пуск создает PNG изображение, которое тут же сохраняется в папке снимки с экрана в галереи. Здесь ничего нового. Оболочка будет понятна всем любителям Nokia. Библиотека музыки и видео объединена. Ее можно сортировать, искать по ней нужный трек, отсюда же доступны всяческие подкасты и интернет-радио. Изначально до релиза смартфона говорилось, что в него будет встроен Skype, но его нет по умолчанию. Однако в маркете он присутствует и с этой моделью работает на ура, в том числе и видео. Наличие пакета офисных программ от Microsoft выгодно выделяет MVP смартфона среди целого ряда конкурентов. Пункт меню Office вызывает список созданных документов. В смартфоне можно создавать, редактировать и просматривать документы Word и Excel. Презентацию PowerPoint создать нельзя, можно только их посмотреть. Чтобы создать документ, надо нажать на плюсик в нижней части экрана. Появится предложение создать пустой документ или использовать готовые шаблоны. Сохранить созданные документы предлагается или в памяти, или в облачном хранилище SkyDrive. В Lumia 820 используется новый браузер. Internet Explorer 10, который отличается, вы удивитесь. Увеличенный производительностью, внедрением аппаратного ускорения графики и поддержкой HTML5 и множеством других полезных функций. В браузере есть все стандартные функции, плюс отправка NFC. Поисковик по умолчанию Яндекс, но можно сменить на Bing или Google. В смартфоне также присутствуют карты и фирменная навигация от Nokia. Но несмотря на то, что они работают корректно, есть мнение, что все скачают CTGit или MetaL. А вот транспорт Nokia – вещь полезная. Специальное приложение для навигации на общественном транспорте или пешком. В главном окне приложения два пункта – навигатор и транспорт поблизости. Первый открывает доступ к собственному навигатору. Второй ищет доступный общественный транспорт поблизости от пользователя. После прокладывания маршрута время пути отображается в виде графика. Причем сразу указывается и пешеходный вариант, и на общественном транспорте. Ну а то, чего не хватает для счастливой жизни, всегда можно скачать в маркете, как на айфоне или андроиде. Благо список приложений растет по экспоненте. Сейчас принято делать смартфоном бенчмарки, так как гонка за новинками такая же, как и на рабочих компьютерах. И все из-за высоких требований к игрушкам. Так вот, тест производительности показал один из лучших результатов в классе по всем параметрам. Кому интересно подробнее, листайте текстовые обзоры, кое-как в сети предостаточно. Ссылка на годный обзор в описании к видео. Стоит этот девайс около 20 тысяч рублей, что примерно соответствует конкурентам на рынке. И какой из этого следует вывод? Сам телефон удобен, но тяжеловат. Со своими функциями справляется на ура, причем в нем очень много фишек, ранее не встречавшихся. Особенно радует сенсор, который не нужно трогать на морозе языком или носом. Прости меня, мой обстрюнявленный айсер. Отрицательная сторона тут только в новизне операционки, но недостаток приложения с оплатки – это просто вопрос будущего. Потому эту машинку мы однозначно рекомендуем. Но только тем, кто умеет не только нажимать на иконки, но и думать головой. Спасибо магазину Сотмаркет за предоставленную на обзор технику. Кстати, когда пойдете покупать туда смартфон, за волшебное слово диалог вам дадут 300 рублей скидки. Всем чай! Сотмаркет за предоставленную на обзор технику.